всем привет все подписчики моего канала знают что я украинец я долго не записывал новых видео я хочу сказать что я так и остался украинцем поэтому слава украине и благодарность тем русскоязычным не украинцам которые выбрали сторону добра в этой войне у меня есть подписчики из Донецкой области которые слава богу эвакуировались сейчас в безопасности и записываю видео для них долго не выкладывал и вы видели видео я был на польском языке с благодарностью полякам я благодарен всех кто помогает украине сейчас если вы живете за границей можете помочь украине я призываю вас помогать беженцам участвовать в антивоенных акциях призывать местные власти западные предоставлять оружие Украине если вы хотите помогать деньгами я рекомендую прошу вас помогать тем организациям благотворительным которые доказали свою эффективность которые помогают адресно в том числе армии есть такая организация как повернись живым живым есть организация фонда Сергея Притулы вот они помогают они работают очень эффективно это ребята которые работают большими объемами и помогают именно там где эта помощь остро я бы хотел спасибо вам большое информация будет в описании видео у меня тоже есть свой PayPal я тоже высылаю деньги но если у вас есть удовольствие переслать напрямую все и все деньги которые поступят на мой PayPal за время войны они будут перенаправлены на благотворительность спасибо что было что происходило все это время значит понятно никакого развлекательного контента ну невозможно было снимать мы первые выходные были уже на границе с Украиной побывали на двух пунктах пропуска там привезли помощь беженцам встретили встречали с границы знакомых там была подруга тёщи и получается пока встречали и её там заодно встретили ещё девушку с ребёнком двумя котами и оказалось что ей нужно в Гданьск поэтому имели возможность её тоже подвезти они уезжали из Киева из такого района где упала первая ракета первая ракета разрушила жилой дом напротив вовремя выехали про это я надеюсь я сделаю видео потому что тоже ехал Теслой и Тесла показала в первую неделю войны был дефицит топлива в Польше вот панические были закупки топлива многими поляками и на одной заправке могло не быть вообще ничего например у нас возле работы заправка была закрыта вообще ни газа ни бензина ни дизеля вот на некоторых заправках просто не было или не было бензина или не было дизеля вот прямо вот по нашему маршруту мы встречали такие заправки или если было и то и то то допустим была совершенно неадекватная цена такая была ситуация поэтому с электрической машиной в этот момент было даже хорошо вот даже потом после этого ионити европейский концерн ионити сделал свои зарядки бесплатными а зарядки Тесла тоже стали бесплатными буквально вот со следующей недели после начала войны и зарядная сеть Greenway сделала зарядки бесплатными тоже на месяц до конца марта и вернули нам деньги потраченные на зарядки на сети Greenway по-моему даже сеть Orlen до конца марта имела тоже бесплатные зарядки в общем электромобиль оказался выгоднее в этой ситуации чем машина с двигателем внутреннего сгорания еще у меня была поездка в Австрию чтобы встретиться с отцом и его семьей и моими сестричками которые эвакуировались под Веной они находятся сейчас в Австрии да кроме того продолжал работу работать были пару командировок тоже когда была возможность ехать автомобилем то ехал Tesla я проехал Tesla 40 тысяч за меньше чем полтора года от покупки и я не заправлялся бензином почти вообще то есть две заправки три заправки было Toyota Yaris за это время последняя была кажется на долю на 10 долю на 15 литров а сейчас мы едем по Европе первая остановка у нас будет Берлин буду информировать о результатах мы ехали было 100% в 12.33 у нас был старт будет вся статистика с Tesla Fi вот маршрут проверил по Better Route Planner Better Route Planner предлагает ехать этим маршрутом тем же маршрутом что и Tesla плюс использовать суперчарджеры по этому маршруту которую мы едем нам в общем то может не понадобиться зарядки вообще до самого Берлина 350 кажется километров а в гостинице в Берлине у нас будет зарядка именно вот так будет держать в курсе продолжаем нашу поездку мы уже сделали одну остановку чуть больше чем после часа вот выезда нам захотелось кофе и воспользоваться туалетом и согласно правилу всегда заряжайся там где останавливаешься вот мы выбрали через Blackshare первую такую зарядную станцию с заправкой в городе Члухов там есть станция Greenway 50 киловатт и заправка Моя но из-за того что мы даже не ну нам не обязательно надо было заряжаться на тот момент у нас было 82 процента просто ради как бы принцип вот и на тот момент там стояла машина Hyundai Ioniq первого поколения 28 киловатт вот и хозяин был вероятно в Макдональдсе в этот момент и кушал ну окей мы все равно воспользовались станцией ну просто те 10 минут которые мы там были мы не заряжались вот едем дальше наши планы это не поменял вот тут у меня тоже включен ScanMyTesla и я могу сказать что минимальная температура батареи сейчас 14 градусов на улице но батарея прогрелась до 31 градуса никакой подготовки батареи к Supercharger сейчас нет просто солнышко солнышко греет салон воздух в салоне с помощью теплового насоса охлаждается а тепло перенаправляется в батарею вот такой инжиниринг Tesla и моторы тоже по 30 градусов окей едем дальше сейчас 80 на 79 процентов заряда и 389 километров достаточный запас хода нам показывает график Tesla все буду держать вас в курсе а а Субтитры подогнал «Симон» 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 И осталось бы нам 12% Значит так 490 км В общей сложности За 6 часов 25 минут Мы выехали в 12.40 Приехали в 19.05 При этом Это включая все 3 остановки Одну остановку на кофе Одну остановку на обед С зарядкой И одну остановку на туалет с зарядкой все я считаю все очень неплохо, ну и цена зарядка у нас только одна была нужна и только одна была платная я цену этой зарядки подаю 53 злотых по моему плюс дома мы заряжаемся то есть мы уехали на домашнем дешевом электричестве, я считаю замечательно и по скорости хорошо и по цене хорошо ну и автопилот хорошо я ехал все время почти на автопилоте я доволен я тут или тут подам для сравнения время гугл карт, минимум и максимум я тоже подам для сравнения сколько было времени по Тесле на момент выезда и там окажется наверняка, что Тесле мы приехали в пределах времени, которое дает гугль без остановок поэтому я считаю нормальным это опять-таки это не была гонка это была семейная поездка мы не старались оптимизировать наши остановки бегать как можно быстрее заряжаться как можно быстрее я мыл стекло на нефтерах остановка то есть тратил дополнительное время ну вот как-то так то есть в Берлин при весенней хорошей погоде по смешанным дорогам включая автобаны можно доехать с одной небольшой зарядкой то есть даже если это будет не супер быстрая зарядная станция которая дает нам 44 киловатта в прыжке мы все равно можем сделать только одно значит по итогу за донат украинским волонтерам плюс в карму за лайки подписку от меня лично спасибо большое спасибо большое за просмотр и до новых встреч субтитры подогнал «Симон»